День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. В последний день сентября мы заглядываем уже так, это робко, это как-то сорвать покров с грядущего. В общем, узнать, что нам октябрь готовит с астрологической точки зрения. Наталья Бушорова у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наконец настал последний эфирный день месяца, мой любимый день в каждом месяце. И за вас, и за ваших прогнозов. Ой, как приятно, спасибо большое, и это взаимно. Ретроградный Меркурий отпустит нас, когда и вообще какие перемены грядут? Отпустит, отпустит нас ретроградный Меркурий, произойдёт это 3 октября. Но, к сожалению или к счастью для нас, латвийцев, это произойдёт уже после выборов. Очередное напоминание о необходимости проголосовать. Голосуйте за своих звёзд. Вот. И что это значит, вот то, что он перестанет быть ретроградным? Ну, во все меркурианские дела пойдут с большей скоростью и с большей очевидностью. Тем более, что его разворот, возвращение к прямому движению состоится в знаке Девы. А, соответственно, там он имеет максимальную силу в знаке Девы. И Дева у нас, она абсолютно за трезвость, за ясность, за конкретику, за анализ, за въедливость, за внимание к мелочам и нюансам. И вот мы будем такие, мы как-то, знаете, как о поутру они проснулись. И тут-то я вот увидел чёткую и ясную картину всего того, что происходило до этого. Угу. Посчитали, прослезились в продолжении вашей мысли. Ну, видите, это не я сказала, но есть у меня такие мысли на этот счёт, потому что, ну, выборы на шести ретроградных планетах, ну, наверное, сложно ожидать какого-то чуда и особо нового какого-то расположения сил. Хорошо. Это вот всё касается выборов и политики. А чем для простого вот человека вот можно заниматься с учётом, что вот у нас поменялась обстановка? Простому человеку можно заниматься оформлением, подписанием, покупками, продажами, встречами, обсуждениями. Вообще-то, потому что вот лишнего не будет. Дева очень не любит лишнее, постороннее, которое не относится к делу, к теме обсуждения. В этой связи мы будем очень такими трезвыми, внятными и конкретными. Может быть, нам в наших речах, в наших словах не будет доставать эмоционального какого-то включения, сочувствия, лирики, нежности и сиренад. Но зато дела делаться будут очень, ну, как, дела будут делаться легко, конкретно. Обжидают ли какие-то потрясения в ближайший месяц? Там суперполнолуние какой-нибудь, парад планет, не знаю. Да потрясений у нас в октябре на самом деле великое множество. Не буду нагнетать обстановку, но с точки зрения астрологии. Ну так, смотрите. Во-первых, у нас открывается коридор затмений. С солнечным затмением 25 октября. Это первое. Ну, или давайте чуть-чуть на этом остановимся, да? Конечно, давайте. Значит, у нас солнечное затмение всегда происходит на новолунии. Новолуния или солнечное затмение состоится в знаке Скорпиона. Это хорошо. Солнечное затмение — это хорошо, но всегда очень напряжённо. Тут всегда мнения астрологов разделяются, ну, фактически на два основных лагеря. Одни астрологи утверждают, что солнечное затмение — это отличный момент для того, чтобы осуществить глобальные перемены в своей личной персональной жизни. Любые перемены. Если мы к этому солнечному затмению подходим уже с какой-то конкретной целью, с конкретной сферой, где я бы эти перемены хотела осуществить, значит, нам коридор затмений, конкретно солнечное затмение в этом очень помогает. Тем более, что солнечное затмение происходит на новолунии, после чего происходят плюс-минус две недели растущей фазы Луны, а значит, рост, разрастание этих перемен позитивных, я надеюсь, пройдёт наиболее благополучно, но очень интенсивно. Вторая группа астрологов относится к солнечным затмениям, ну как, с напряжением, напряжённо оценивает, поскольку любое затмение, это, конечно, оно вскрывает всё, что только можно. Всё, что там таилось где-то, томилось и заметалось под ковёр. Это касается и состояния здоровья, и это касается любого состояния дел, любых дел. Это, конечно, наиболее травматичные периоды, и это периоды высокой возбудимости эмоциональной. То есть мы очень неравнодушны к любым событиям, которые вокруг нас происходят. И если условные разбросанные какие-то вещи, пресловутые носки, они в обычный день могут не раздражать, то вот на затмении это может стать причиной достаточно серьёзного конфликта. Спасибо, что предупредили. Будем собирать. На любовном тогда фронте что ожидается? Если вот, ну, и понятно, что избегаем на 25 октября каких-то ссор, скандалов, сдерживаем эмоции, а что ещё? Осмелюсь предположить, если не разбрасывать части одежды, где не попадя, то всё может закончиться и неплохо даже, или продолжиться, и всё будет в порядке. Конечно, конечно, потому что затмение происходит в знаке Скорпиона, а знак Скорпиона у нас ещё тот страстный товарищ. В этой связи вот эту свою энергию возбуждения, ну, как всегда, при условии активности знака Скорпиона, хорошо бы направлять в сферу любви, отношений и страстных свиданий. Хорошо бы. Пожалуйста, можно в спорт, можно дрова рубить. Как Челентано в известном фильме вы имеете в виду? Да-да-да, именно-именно. А по поводу любовного фронта, Венера у нас, покровитель фронта любовного, и она до 23 октября будет находиться в знаке весов. Она там имеет максимальную силу, и она всецело поддерживает отношения любые. Она вообще за мир, за взаимодействие, за любовь, за гармонию, за красоту. И тут стоит влюбляться. Тут стоит влюбляться, выстраивать отношения любые, союзы, конечно же, тоже любые. Она этому всецело покровительствует и поддерживает. Но если на тот момент, пока до 23 октября она будет находиться в знаке весов, если мы про отношения говорим и про любовь, то мы друг в друге скорее будем видеть и находить прекрасное и красивое. Вот только это выходит на передний план, пока Венера находится в знаке весов. Ну так уж устроен зодиак, что после знака весов следующий знак — это скорпион. И 23 октября Венера перейдет в знак скорпиона. И если до этого момента мы в основном видели только красивое друг в друге, то после этого момента мы начнем видеть не только красивое, будем очень въедливыми такими, но острыми, острыми мы будем. Нам захочется других совершенно эмоций. И, в общем-то, будем начнем друг друга покусывать, жалить. Ну а тут опять, как я и сказала ранее, тогда понятно, куда лучше эту энергию направлять скорпионе. А почему вот, кстати, коридор затмений? То есть это несколько их будет? Да. Коридор затмений открывается солнечным затмением 25 октября, и следующее лунное затмение состоится 8 ноября. Соответственно, вот этот период между двумя затмениями и называется коридором затмений. Но влияние коридора затмений мы ощущаем как минимум неделю до и неделю после. Но на самом деле значительно раньше, уже за месяц, достаточно интенсивно, постепенно по нарастающей, это влияние будет ощутимо нами. Соответственно, мы уже сейчас, на сегодняшний момент, находимся под влиянием этих перемен. И чем ближе будем приближаться, тем это будет интенсивнее. Плюс в октябре очень еще важное событие. У нас снова приближается к точному значению напряженный аспект между Сатурном и Ураном, о котором мы с вами говорим уже давненько, поскольку он нас мучает и терзает уже с января 2021 года. Этот напряженный аспект между Сатурном и Ураном можно просто назвать одной фразой «борьба старого с новым». И вот как раз в октябре и ноябре эта борьба уже в очередной раз достигнет своей точки, ну, своего апогея, скажем так. Но есть и радостное известие, что с декабря это влияние потихонечку начнет спадать. И вот когда уже в марте 2023 года Сатурн покинет знак Водолея, Уран, Уран перемены, новые реформы, трансформация, нововведение, а больше не будет сдерживаться этим Сатурн. И вот что будет происходить там уже с весны, с марта 2023 года, тогда и поглядим. А до этого, я понимаю, еще какие-то есть нюансы. То есть не надо сбрасывать со счетов какие-то старые наработанные схемы, и не надо рушить и ломать все, чего вот строилось давно. Ну, не надо это как бы одно дело. Другое дело, что будет очень хотеться это сделать, потому что это и внутреннее напряжение в нас. То есть можно говорить здесь и о какой-то там политической арене, и политической экономической сфере. Конечно, это напряжение будет очень интенсивно нами ощущаться. Но также внутри нас вот это сопротивление старого и нового. То есть понятно, что по-старому никак не получается, но очень хочется по-новому, но они друг друга как бы терзают. Ну, я не скажу, что не надо, да, то есть не надо делать по-новому. Другое дело, что это будет очень сложно. И вот это возмущение и противоречие октябрь предстоящий будет очень сильным и интенсивным. И с учетом еще и влияния солнечного затмения, могу предположить, что эта борьба старого с новым будет, ну, очень такой жесткой и ожесточенной. Если резюмировать, в целом какой будет месяц? Сложный, спокойный, насыщенный? Как его можно описать? Кладываться ли в криптовалюту? У вас этот вопрос уже не первый раз звучит. И мне кажется, к гороскопу он очень мало имеет отношения. Мало ли, вдруг что-то услышим конкретно. Вот именно сейчас надо все, что есть, и еще взять в долг и вложиться. Ну, смотрите, значит, отвечая на вопрос Александра, значит, как назвать этот месяц? Он неспокойный, он тревожный. Это месяц перемен, но еще далеко не окончательный. Не успокоили вообще ни разу. Особенно последняя декада месяца. Аварийная, тревожная, но, тем не менее, дающая возможность нырнуть вот в этот коридор затмений. Если есть определенная цель, то можно хорошо, как я тут одну аналогию привела, что это как в детстве у тех, у кого еще из нас не было смартфонов, была такая игра «Змеи и лестницы». Там кубики кидаешь, колпачками входишь. Вот если у тебя есть цель перед тем, как ты входишь в коридор затмений, то есть шансы все перескочить несколько шагов вперед, там несколько ходов, и обогнать всех. И выйти на новый уровень. Да, да. Относительно криптовалют и вообще каких бы то ни было вложений, сейчас не самый благоприятный период для того, чтобы, ну как сказать, если есть идея что-то большое продать, то надо тут же иметь идею и возможность сразу что-то купить. Поскольку долгое время находиться с деньгами в руках сейчас категорически противопоказано, поскольку настолько штормит вот эту финансово-экономическую сферу, что сегодня, продав за 100 тысяч, завтра можно проснуться с 10 тысяч. Мы как-то так незаметно перешли в макроэкономический анализ. Ну поскольку Олег задал вопрос. Это как раз то, что меня интересовало. Так получается, что бизнесменам нужно быть осторожными и стараться, ну то есть не принимать или не принимать какие-то рискованные решения, ответственные решения. Ну если очень хочется принимать ответственные решения, то в принципе начало месяца, то есть первая декада, ну даже до середины месяца, вполне себе для этого благоприятный период. Вполне благоприятный период. То есть вот я даже себе пометила, что с 3 октября можно покупать, но внимательно до 10. Ну то есть очень внимательно и въедливо. С 3 по 10, вот очень конкретно. Да, 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 да. С 10 и числа до, ну давайте там 20. Тоже вполне себе безопасно по покупке. Но вот чем ближе мы будем приближаться к коридору затмений, тем больше надо хлистать себя по рукам, чтобы не ввязаться в какую-то сделку крупную. Поездки, стоит ли отправляться в дальние какие-то путешествия, дороги, насколько вот, ну, выходить из-за рамки, может быть, ну каких-то домашних дел, и вот здесь сопутствует удача? Ну, как вы понимаете, вблизи, опять же, затмений, лучше особо не, ну, если вот вдруг вам в голову взбрело прямо в затмение куда-то поехать, лучше не надо. Это явно попахивает не совсем адекватным решением. Особенно аварийные периоды, давайте так, наверное, я их обозначу, аварии опасные, наиболее вероятны. Если всё, что связано с путешествиями по воде, то это где-то приблизительно до 6 октября. Можно или до 6 октября? Нет. Ну как, не то, что нет, нельзя, но просто вероятность того, что будут какие-то внештатные ситуации, она значительно выше. Вообще до этого периода надо быть осторожными с жидкостями, с лекарствами, с алкоголем, не злоупотреблять, и читать надписи на коробочке с лекарством. А то захочешь принять таблеточку от головной боли, а окажется, что это слабительное. Ну вроде не смертельно, но неприятно. Значит, на дорогах. Это вторая половина месяца. Ну приблизительно там с 15, ну с 15-го, с 17-го октября. Самый пик аварийный придётся в период с 23-го до 31-го. Причём здесь не только, если мы говорим об аварийности, то здесь это не только касается ситуации на дорогах. Это вообще пик аварийности, травматизма. То есть, ну даже мелкого какого-то в быту. А если вот мы говорим о том, что, например, люди собираются делать операцию, или там, ну вот когда лучше какие-то вот хирургические вмешательства, или там что-то такого рода? Ну здесь тоже стандартное правило действует. Чем ближе к затмению, тем меньше нужно это делать. Но это если мы говорим о плановых операциях. Любых, да, в том числе каких-то косметических процедур, то есть там обкалывать себя инъекциями тоже не нужно никакими. А если мы говорим о необходимой операции, да, вот нужно прямо здесь и сейчас, это вопрос жизни и смерти, в этом случае астрологи все должны закрывать рты и оставаться в любви, и ничего не комментировать. Потому что, ну, не до звёзд, когда дело не терпит отлагательств. И тут слово предоставляется медикам, конечно же, что правильно и логично. Но у медиков тоже есть свои наблюдения относительно, на самом деле, даже тех же фаз Луны и затмений, и в действительности это всё очень работает. Ну тут... Да, конечно. Давно подмечено, что в определённых профессиях люди не то чтобы подвержены, а они наблюдают как раз-таки за тем, как работает новая Луня, полная Луня. Нет, да, и медики, и учителя, и полицейские, да и, в общем-то, в нашей профессии тоже чувствуется. Для творческих людей вот вдохновение, когда ждать прихода музы, когда могут прийти гениальные идеи, какие-то озарения? Ну, послушайте, у нас в Латвии, что ни идеи, то гениальные. Вот мы вообще очень творческий народ из страны. Ну, пока Венера будет находиться в знаке весов до 23 октября, соответственно, Венера, она также покровитель красоты, творчества, гармонии. И вот до этого периода, ну, можно создавать абсолютно замечательные шедевры в сферах, там, не знаю, культуры, искусства, дизайна. Все будет очень гармонично, равновесно и красиво. И вот если про музу, то муза, конечно, она такая очень добрая в период до 23 октября. Потом муза будет чуть позлее, но и произведения искусства будут, может быть, даже они, наверное, эмоционально будут интереснее, поскольку, ну, когда все очень гармонично и очень равновесно, это может наскучить. А вот когда какой-то перец и острота появляется, даже вот в любом произведении искусства, это уже больше трогает. Такой месяц, судя по Вашим словам, будет действительно непростой. До 23 числа все красиво и хорошо, а последняя неделька, ну, прям поштормит, судя по всему. Поштормит. У нас еще есть несколько событий, у нас еще разворачиваются, помимо… То есть у нас Меркурий становится прямым. Вот на сегодняшний момент у нас 6 ретроградных планет. Ну, такое себе удовольствие. С 3 октября у нас Меркурий становится прямым. Как я и говорила ранее, всегда хорошо провести анализ, куда нас ведет ретроградная планета. То есть в какую точку, где мы что-то, может быть, пропустили, прошли мимо. Возвращает он нас в дату вокруг 20 августа. Соответственно, вот надо проанализировать, что там у нас тогда произошло и что я недостаточно хорошо усвоил. Вот сейчас у нас происходит усвоение материала, а дальше уже пойдем в новое. Помимо Меркурия у нас Юпитер становится… Нет, Юпитер у нас пока не становится директным, он возвращается в знак Рыб. Возвращается он у нас в знак Рыб 28 октября. Сейчас он в знаке Овна. Соответственно, он такой более воинственный. Ну, и вот это воинственное настроение в нас он тоже очень интенсивно включает. Когда он войдет в знак Рыб, чуть все подуспокоится, но на территории знака Рыб у нас, в числе прочего, живут вирусы и вся вот эта история. Поэтому возобновление темы, связанное с какими-то вирусами, заболеваниями, инфекционного характера, очень возможно. Плутон у нас становится прямым в знаке Козерога 8 октября. Общая атмосфера он будет давать напряжению. Нужно куда-то это напряжение нам будет сбрасывать. Лучшее решение – это физические нагрузки. Вообще активная деятельность. Но надо принимать во внимание, что Плутон также очень обостряет эмоции, эмоциональные реакции и создает определенное напряжение. Ну, давайте помножим это все вот на тот напряженный аспект между Сатурном и Ураном, на затмение. И у нас получается такая картина достаточно веселенькая. 23 октября у нас Сатурн становится прямым. Сатурн, который сигнифицирует власть, закон, структуру, сдерживание, порядок, требования. Наталья, нам делают сигналы, что планеты выстроились таким образом. Пора заканчивать. Просим прощения. Но в целом рекомендации понятны. Следи за собой, будь осторожен и сдержан. Огромное спасибо, что рассказали и предупредили. Астропсихолог Наталья Бушурова была с нами на связи. Рассказала, чего ждать от наступающего завтра октября. До встречи. Огромное спасибо. Пока.